И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, и добро пожаловать на новое видео по F1 2020, и это моя первая гонка, первая серьезная гонка в онлайне в этой игре. Это Social Race in URL, это проходило все в воскресенье, вечером сел и поехал вместе там с некоторыми людьми в Дискорде. Ладно, в принципе, квалификация у меня не задалась, первая попытка была запорта тем, что я срезал первый поворот, но на второй попытке пошел дождь, вы это можете видеть, я типа, а, ну найс, да, была только одна попытка, и я ее не реализовал. И по итогу, да, я как бы второй сектор даже шел с улучшением сектора 16 позиции, но больше ничего не смог сделать, потому что, во-первых, я срезал поворот, один из поворотов я срезал, вы уже тут видите, как меня таскает. Ну и да, во-вторых, я почти разбил машину. Вот тут вот я еле удержал машину, ну а тут меня, во-первых, вынесло широко, и да, на поребрике я, вот да, да. Первый разворот в этой формуле на камеру в онлайне есть, галочка первая существует, все, можно больше ничего, в принципе, не делать. Надеюсь, больше разворотов не будет. Ладно, и все-таки после этого пошел достаточно сильный дождь, и уже ничего улучшить нельзя было. По итогам квалификации я занимаю всего лишь 19 позицию, но в гонке у нас будет много времени, чтобы прорваться. Тактика медиум, медиум софт, да, не хотел я ехать софт-медиум, решил взять более жесткий комплект на старт, альтернативная тактика. Слил топливо, залил на плюс полтора круга его, и, в принципе, отправился стартовать. Сетап вы тут все видите, кто захочет, тот его запалит и себе запишет. Но скажу наперед, сетап говно, резина умирает спустя три круга. Ладно, короче, поехали стартовать, и, короче, погнали. Гассно не стартует, Гран-при Австрии, стартую я с 19 позиции. Позади меня есть Мерседес, впереди меня Крюсикс. Пытаюсь занять внешнюю траекторию, но все-таки пока что все проходит спокойно, никто никому, по идее, крыло не ломал. Также происходят мелкие контакты, я прохожу еще одного пилота Альфа Ромео, выхожу на 18-ю строчку. Пытаюсь сделать дайвбомб на Крюсикса. Пытаюсь его как-то пройти, но передо мной слишком много пилотов замедлились. Меня уже по внешней траектории пытались пройти, но меня снесло, к сожалению, на него. И происходит просто такой огромнейший завал впереди меня, и я сразу выхожу на 14-ю строчку. Это просто было для меня неожиданно. Я не знаю, может быть, вставлю сейчас аудиодорожку своего голоса, где у меня реально чуть-чуть не случился. И все-таки, ладно, хорошо, что все обошлось. 14-я позиция уже есть, ну и, в принципе, поехали дальше. Дальше у нас Крюсикс, Лорманс и остальные пилоты на медиумах, а есть и на софтах. Не все во второй десятке выбрали медиум, в принципе, чему я достаточно сильно удивился. Ну и, да, да, я, в принципе, держался в темпе, это меня достаточно сильно радовало. Забагались отрывы, кстати, там прикольно. Найс игра, кстати. Ну и на четвертом круге я, как себе, спокойно ехал уже на 12-й позиции, потому что были пидстопы. Ну и меня начал атаковать, подожди, идущий болид рейсинг-поинта. Прямо Крюсикс атакует Лорманса, ну а он делает прям свинский дайв-бомб, меня выпихивая. Мне это напомнило очень сильно, как Лэн Стролл сделал дайв-бомб на Даниэля Рикьярда в Гран-При Штири. Но, в принципе, ладно, главное, крыло не сломал и спокойно поехал дальше на 13-й позиции. В нашем пятом-шестом круге у нас выезжает виртуальная машина безопасности. Ничего больше у нас не последовало, просто мы прокатились под ней и поехали дальше. Ну и дальше я пытаюсь атаковать Рено. Рено атаковал и спокойно его прошел. В принципе, так, нормальненький дайв-бомб, но все в пределах правил. Вышел на 12-ю строчку и поехал дальше. Защищался, правда, я как дебил, но, в принципе, главное, что позицию я свою защитил. Дальше у нас было миллиард пидстопов, и я уже оказался каким-то чудом на третьей позиции. Но, подойди меня, то та же Рено пытается меня атаковать, смещается на внутреннюю траекторию, делает, можно сказать, дайв-бомб, и пока что у меня, кстати, проходит. Но я не сдаюсь, у него, правда, ДРС, я подрубаю все возможные режимы, но все-таки ничего больше я сделать не смог. Дальше уже подойди Хайперс, который стрейбил на третье, кстати. Он пытается уже меня пройти, потому что он борется за победу на этом этапе вместе с Зонусом, Фотоном и Штивом. Да. И с Феном Зюрнером, который несколько раз вылетал. Подрубил я все режимы, чтобы пройти впереди идущего за третью позицию. В этот же момент меня пытается атаковать Хайперс, но Хайперс делает двойной обгон, он был мега красивым. Я этим пытаюсь воспользоваться и пройти своего главного, пока что соперника, в гонке Лормонса. Томик поехал дальше побежать в этой гонке, но я делаю дайв-бомб по внутренней траектории, и все-таки смог я его пройти, смог пройти эту Рено и выйти обратно на четвертую строчку. Точнее, просто подняться на четвертую строчку. И Зонус уже проходит и Лормонса, и уже планирует пройти меня. Проходит он меня на старт-финишной прямой, я спокойно беру ДРС, и такой типа, ну, я и не против, в принципе, с ними. Я не борюсь, потому что эти киберкотлеты едут, может быть, даже на секунду быстрее меня. Ладно, подойди уже и Андинатор, который пытается меня тоже пройти. Я удивился, как они тут так используют ширину трассы, потому что я так делать не могу пока что. Короче, это очень-очень сложно. Андинатор меня пытается пройти тут же, я, в принципе, ничего не подрубал. Думал, что сейчас будет дайвбомб внутрь, но оказалось все еще жестче. Я смещаюсь тут на внутреннюю траекторию, и тут происходит инсульт знаменитого Андинаторовского интернета, где я чуть не обосрался. Но все-таки решил я его пустить, потому что, ну, тогда бы я просто мог сломать крыло об него из-за его лагов. Опустился уже на шестую строчку, дальше уже Штиф и Фотон пытаются меня атаковать. Штиф меня проходит по внутренней траектории, там же, где и Андинатор, и Фотон влезает просто сюда же. По-свински, кстати, он сюда влез, не знаю, зачем он сюда влезал, но ладно. Я опустился уже на восьмую строчку, но мой прямой соперник уже очень-очень далеко. На двадцатом круге я заезжаю на пяты, медиум у меня, конечно же, сдох уже. На белую линию тут всем наплевать на въезде. Ну и, в принципе, прям идеально залетел в пяты, оттормозился прям. Сколько селезенького, Андрей? Сколько они такие, типа, ах, еле оттормозился, прям думали все, что я превышу скорость, но все-таки скорость я не превысил. Питстоп 2.6, достаточно быстрый, и я выезжаю на трассу на позицию под номером 13. Позади Свен Зюрнер, позади меня Свен Зюрнер, но у него несколько раз вылетала игра в этой гонке, и из-за этого он не смог с нами, в принципе, со всеми побороться. На тринадцатой строчке я не задержался, потому что передо мной Ленард на харде. Кстати, достаточно быстрый пилот был в прошлой формуле. Но против моего свежего софта он ничего не может противопоставить. Я просто подрубил ДРС, обогащенку и даже обгон не трогал, просто его прошел по внутренней траектории. И, в принципе, поехал от него отъезжать. Впереди меня рейсинг-поинт, с которым я и вел основную борьбу в этой гонке. Также еще Лорман заехал на пидстоп, у него тоже вылетала игра. На двадцать третьем круге у нас выезжает из пидстопа Крюсикс. Он мне дал ДРС, куда рейсинг-поинты уже 4.6. Я поднимаюсь на десятую строчку, потому что Бумсонг покинул игру. Ну и на двадцать восьмом круге я догнал этот гребаный рейсинг-поинт. И все-таки смог его атаковать сразу же, как только догнал. Он подрубил абсолютно все режимы и спокойно просто по внешней траектории его объехал, как стоячего. А Бобов потом еще и удивляется, почему же так быстро объезжают все друг друга на этой прямой. Просто кто-то зажимает в реальной жизни обгонную кнопку и летит. Дальше на тридцать пятом круге Зен Ами, который вылетел в гравий до этого, у него случается прокол. Прокол заднего левого колеса. Я это заметила, типа, у него прокол. Это прям меня мега насмешило. Но, в принципе, я поднялся уже из-за этого на восьмую строчку. Ну а на тридцать шестом круге меня атакует тот самый рейсинг-поинт. У меня просто сдох комплект софта, передние были просто уже в нерабочей кондиции. И рейсинг-поинт пытается влезть по внутренней траектории, хоть я ее и закрывал, но по внешней траектории я смог удержаться. Лучше вышел из этого поворота, подрубил абсолютно все режимы. Топлива уже на исходе, обгонные кнопки уже нету. Он пытается сделать дайвбомб внутрь, но я опять удерживаюсь по внешней траектории. Выхожу лучше него и все-таки защищаю свою позицию. Топливо все-таки мне подсказали, чтобы я его поедоэкономила, а то бы я так бы и доехал бы без топлива. Но самое основное то, что у меня всего лишь 6 секунд штрафа. Кто-то напишет, угу, угу, всего лишь 6 секунд. Но вы потом посмотрите, сколько было у половины пилотона. У позади идущего пилота рейсинг-поинта, когда я в последний раз у него спрашивал штрафы, было 12 секунд. Сейчас мы посмотрим, сколько у него под конец. Ну а Крюсикса было 15 секунд штрафа. Или не 15, или 12, что-то в таком духе. Но благодаря этому я поднимаю эту седьмую строчку. И, о да, это просто гениальная графика. Ждала я, кто же будет пилот. Я! Я! Я пилотня! Даже скрин сделал. Сюда! И мне прям эта гонка очень понравилась. Не пожалел я, что поучаствовал в гонке ОРЛа. Выбеждать у нас Фотон за счет того, что проехал без штрафа. Второй у нас приезжает Хайперс. Ну и третьим приезжает Калцифер. Мой, в принципе, напарник по Альфа Таури. Кстати, я должен был ехать как бы на Редбуле, но выбрал Альфа Таури. Мне потом писали в Steam, что я должен был взять Редбул. Ну, а у меня стоит, типа, режим не беспокоить. Я так типа, а, ну-ну-ну, да-да, нарушая правила. Сейчас меня еще из ОРЛ кикнут, вух, будет классно. Но, к счастью, это всего лишь обычное. По факту, по рофл-гонке. У меня вот только два человека из топов приехало без штрафов. Это Калцифер, которому три десятки не хватило до победы. И Фотон, собственно говоря. Я седьмой с маленьким количеством штрафов. Дождь Тива просто пропасть. Ну и, в принципе, все. На этом закончилась моя первая гонка в онлайне. Первая серьезная гонка в онлайне в этой игре. Ну и я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. И до встречи в следующих гонках ОРЛ. Субтитры сделал DimaTorzok.